Олег Пустовойт преподает информатику в Одесской общеобразовательной школе номер 65. В своей работе педагог использует проектный подход. По мнению Олега Витальевича, будущее за людьми, которые могут быть многофункциональны и ориентироваться в разных областях. Люди, которые могут танцевать 10 танцев, люди, которые могут делать... У нас есть проекты, например, статистический анализ мистец, мы таким тоже занимаемся. Мы сейчас хотим очень больше внимания поделить Data Science, потому что за этим будущее. Коллеги называют Олега Пустовойта «человек-ракета». Этот преподаватель всегда фонтанирует идеями и уже реализовал множество проектов, говорит директор школы номер 65 Наталья Завойко. Очень интересный учитель, замечательный человек, полон энергии, полон идей, предложений, реконструкций, конструкций всевозможных направлений, дает возможность работать ученикам вместе с ними, дает возможность им понять, зачем они учатся. Его ученики получили свыше 250 медалей и дипломов на конкурсах и олимпиадах национального и международного уровней. У нас есть данные, которые мы получили, потом мы эти данные как-то перерабляем, они стоят для нас информацией и стоят данными для того, чтобы дальше мы по этому трикутнику бегали, 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 бегали. Так? Так. По мнению учителя, главная задача педагога – раскрыть потенциал ребенка. А лучше всего талант проявляется в практической реализации проектов, идеи которых иногда приходят Олегу Витальевичу просто во время уроков. Мы придумываем проект, даже иногда на ходу, под час, я не знаю. Вот у меня 2 вересня две идеи, которые мы будем делать, было даже просто на уроке, выникли. По словам Олега Пустовойта, любой кризис – это возможность. Именно во время карантина значение информатики возросло, что и позволило ему реализовать свои идеи и принять участие в престижном конкурсе. Информатика просто по тому предметной области, которой она занимается, она сейчас центр межпредметных связей в школе. Вы же понимаете, что и карантин, чтобы выкладывать физкультуру, были нужны методы информатики. Если бы кто-то мне на начале карантина сказали, что у меня будет такий рік 2020, я бы не поверил. Это очень незвичная история, я досі не могу еще как-то себе это уявить, как это и так.